приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби снял видео по колесам колеса на урал 4320 для сравнения взял резину от том петера от звезды и взял смоляные колеса так как очень часто задают вопросы в комментариях и также пишут для чего нужна смола есть ли смысл менять резиновые колеса на смолу чем она отличается от резиновых колес в этом видео мы проведем анализ сравним резину от разных производителей и посмотрим есть смысл менять или нету его менять для начала перенесу все на коврик чтобы лучше было видно резина у нас в обзоре участвуют эдп 284 широкая и а и 25 какая резина здесь колеса я вам точно не скажу по маркировке для начала сравним резину от урала фирмы звезда есть какая-то надпись он шина стрелочка и особо больше никакого рельефа как бы есть но после покраски не сильно будет и заметен присутствует шов резина довольно мягкая чтобы убрать этот шов надо будет еще немножко потрудиться постараться то я не уверен что он полностью будет убран возьмем резину от фирмы trumpeter от урала резина более дутая есть надпись маркировка но нету надписи не он шина никаких других надписей только цифровая маркировка можно сравнить протектор и резина от трампа все-таки немножко пошире размер одинаковый практически одинаковый но резина от трампа и на пару миллиметров по диаметру больше так вот смотрится два резиновых колеса сравним как сделаны диски на колесах и вот на летнике от фирмы трампа и таки мне диск от фирмы звезда понравился немного больше если честно но в целом и у трампетера диски сделаны неплохо теперь возьмем резину и dp 284 широкое колесо широкая резина мне она очень нравится сама по себе тыльная часть диска и даже видно как выпинают болтики болты на пластиковой модели конечно же такого нету но если сравнить с диском от фирмы звезда я еще раз повторюсь диск очень хорошо достойно сделан но уже если брать сам рисунок сам протектор все таки друзья смола мне нравится больше я не буду с вами спорить как вам но мне смола нравится здесь надписи омск шина также цифровые обозначения маркировка резина стрелочка все хорошо отпечатано сделано для сравнения шов на смоле очень просто и легко удаляется колесо от звезды колесо смоленое размеры практически одинаковые но где-то на миллиметр данное колесо и dp 284 поменьше сравним с интуэтором диск конечно же у смолы все таки лучше хорошо сделаны болты отчетливо все видно и после покраски тонировки все будет хорошо видно на данном колесе теперь возьмем колесо о и 25 примерно наверное с него делала и звезда надпись пункт шина цифровая маркировка протектор колеса по размеру практически одинаковые но смоленая покрышка все таки мне кажется на миллиметр чуть чуть больше но сам рисунок на этом колесе даже нету шва не надо будет мучиться и убирать конечно да со смолой надо поработать меня будет отдельный ролик на канале кому интересно посмотрите как я работаю со смолой чем и как правильно ее обрезать или пилить и как я крашу смоляные колеса сравним диски опять же видно что диски и у звезды и от смоляных колес сделаны хорошо но у смолы более четкий рисунок на болтах хотя еще раз повторюсь и у звезды мне диски очень понравились друзья сейчас сниму колеса на макросъемке и вы на макросъемке посмотрите и увидите также решите для себя что для вас лучше все таки резина или смола также в конце видео будут фотографии наборы со смоленными колесами вы можете приобрести посмотреть на сайте я моделист на этом друзья буду заканчивать дальше вас ждет макросъемка и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...